Продолжение следует... Да, привет, привет. Слышно? Хорошо? И готово. Запускаем. И еще раз здравствуйте. Меня зовут Лев. Сегодня буду модерировать наш интерактив. Live-собеседование. Живое собеседование. Проверь, возьмут ли тебя на работу. Это то, что ждет нас сегодня с вами. Вячеслав будет сегодня нанимателем. Диана сегодня будет пробовать устроиться в компанию с продуктом. Но об этом чуть позже. Сначала давайте поприветствуем друг друга. Я прямо сейчас открываю комментарии. И буду видеть все, что вы пишете. Поэтому давайте все те, кто уже подключились. Всем тем, кому хорошо слышно и видно. Напишите, пожалуйста, легкое небольшое приветствие друг к другу. Пожелайте удачи. Пожелайте продуктивной сегодня работы. День прекрасный. Самое время заниматься чем-то полезным вместе. Поэтому пишите свои приветствия. Пишите, что вы здесь. Вы готовы работать. И мы будем продолжать далее. Далее. Вот уже вижу, Елизавета. Всем привет. Здорово. Пишите. Я буду подглядывать один глазом на презентацию. Другим глазом буду подглядывать в ваши комментарии. Какие-то поменточки к себе делать. Фиксировать. И обязательно к ним чуть позже вернусь. А пока что немножко перед тем, как мы перейдем к основной части на отвлеченную тему. Хочу поделиться личными переживаниями. Я сейчас прохожу прямо сейчас два обучения. Своих профильных, по своей профессии. И еще работаю. И встречаюсь с друзьями, со своей любимой девушкой. И так получилось, что именно вчера, выполняя много заданий по обучению, много работая и встречая с вечером с друзьями, я поспал сегодня всего 4 часа. Но сейчас, когда уже большинство, большая часть дня прошла, я чувствую себя очень бодрым, энергичным и заряженным на работу. И вот у меня к вам такой вопрос. Поделитесь, пожалуйста, сколько вам нужно часов для того, чтобы отдохнуть и включиться в новый рабочий день. Для того, чтобы чувствовать себя на все 100 и совершать новые подвиги в своей профессии, в своей работе. Поделитесь, пожалуйста, этим в комментариях. Напишите в часах. Напишите свое мнение по поводу сна и отдыха. Сколько его должно для вас лично быть. Потому что, сколько я знаю, у всех это разное количество. У меня вот вышло сегодня 4. Но обычно люблю 9. Пока вы пишете, я буду подглядывать в комментарии. И обращусь к вашим записям чуть позже. Я расскажу чуть подробнее, что сегодня будет происходить. Ну, то, что лайв-собеседование, это мы с вами уже поняли. Это я сказал, проверку связи мы делать не будем. Потому что, если вы написали «Привет», если вы уже пишете, сколько вам нужно часов для сна Мария, то, значит, вы слышите и видите меня хорошо. А это самое главное. Ну, и видите нашу презентацию. Поэтому связь, уверен, у нас уже с вами установлена. Идем дальше. Я в двух словах расскажу о том, почему мы здесь собрались. Кто нас сегодня здесь встречает. Кто нас здесь объединяет. Объединяет нас здесь сегодня на этой встрече. Компания ProductStar. Я уверен, что вы уже о ней слышали. Если вы не слышали, это очень странно. В любом случае, мы рады. Я лично рад всем тем, кто впервые встречается с этой компанией. Компания ProductStar на рынке уже более 10 лет. С 2011 года. Сейчас 2022. Получается, уже 2011 год пошел. Это большой срок. Компания стабильно развивалась на протяжении всего этого времени. У нее очень большое прошлое. Яркое и успешное настоящее. Не менее масштабное будущее. И это очень здорово. Итак, те люди, которые как раз таки и стояли у истоков и сейчас, как атланты на своих плечах, несут эту компанию вперед, помогают с обучением, помогают людям осваивать новые профессии, находить свое место в жизни, на рынке, хорошо зарабатывать и заниматься любимым делом. Это наши спикеры, практики, с опытом более пяти лет каждый в своей отрасли, в своей профессии, на своем рабочем месте. Я думаю, что многих из этих людей, возможно, вы уже знаете. Если не знаете, то уверен, что вы можете с ними познакомиться в социальных сетях, прочитать о них все досконально, изучить. Как будто мы с вами сотрудники ФБР. Сегодня это возможно на этот момент, учитывая все радости интернета. Все же, представлять каждого лично не буду. Посмотрите на них, те компании, в которых они работают, в которых они имели опыт. И самое главное, еще раз, что это практики с опытом. Опытные, которые прямо сейчас работают и прямо сейчас делятся актуальной информацией, актуальными знаниями с нашими студентами. Сейчас в двух словах расскажу о компаниях, которые работают вместе с нами. Это компании-партнеры. Тут тоже огромное количество. На самом деле список гораздо больше, гораздо шире. Здесь все не уместилось на одном слайде. Вот даже глядя на те, которые сейчас вы видите, вы уже можете понять, что серьезные у нас с вами партнеры. И это очень здорово. Они делятся какими-то фишками, делятся актуальной информацией, помогают в трудоустройстве и так далее. Итак, движемся дальше. О, я подглядел все-таки, как и обещал, одним глазом в наш чат. Я вижу, что не менее 9-8 часов нужно для сна. Хорошо, чуть позже давайте ознакомимся. Пока что пишите, еще раз напоминаю, вопрос, который я задал чуть ранее. Сколько вам нужно времени, чтобы по-настоящему отдохнуть? Если вы хорошо поработали, то вам нужно хорошо отдохнуть. Если вы хорошо отдохнули, значит, вы можете дальше хорошо и успешно работать. Такую небольшую статистику личную для нас с вами мы сейчас подведем. И это здорово. Более 7 тысяч студентов, обучаясь за все время существования в компании ProductStar, на самом деле, более там большое количество, наверное, около 8 тысяч уже человек. И большинство из тех, кто обучился, оставили свои отзывы, честные и искренние отзывы о своем опыте обучения в компании ProductStar. Со всеми этими отзывами можете ознакомиться в нашей страничке в Facebook. Если есть возможность, да, уже это произошло, я попросил модератора ментально через связь в голове и маленькую Антону отправить ссылку в наш чат. Ссылочка появилась, пожалуйста, переходите и ознакомливайтесь. Просто о чем я думаю? О том, что мы в современном мире. Ну, я отлично. Прости, господи, без отзывов фен не могу купить. Тем более пойти на серьезное обучение, осваивать новую профессию, открывать для себя новые горизонты профессиональной деятельности. Поэтому это очень важно. И мы в компании ProductStar этим богатством располагаем и выставляем на всеобщее обозрение все честные отзывы, которые оставили о нас студенты. Переходите, пожалуйста, и ознакомливайтесь. А мы с вами идем дальше. Чуть-чуть у меня зависит от презентации, но ничего страшного. Все, все замечательно. Сегодня занятие, лайф-собеседование, которое мы с вами проводим, проходит в поддержку курса профессия Product Manager. О нем я расскажу чуть позже, а вот сейчас самое время нам с вами еще поближе познакомиться. Напишите правду. Будет приятно узнать, откуда вы и кем вы сейчас работаете. А я пока что обращу свой взор в наш чат и посмотрю, что вы написали по поводу нашего эксперимента, подвода статистики о сне и отдыхе перед тем, как отправиться работать и достигать новых результатов. Так, 8 часов нужно для сна Марии, Марии, мы с вами уже, да, это определились. Елизавете, для меня не менее 8-9 часов, но среднее количество. Мой личный врач пообещал мне, что и 7 часов мне будет хватать для сна, но, да, в общем, мнение бытует, что 8 часов – это, как раз таки, среднее оптимальное количество. Если интересное дело предстоит, то вообще неважно, Алсу пишет, а если нет, то часов 8-9. Интересное дело, например, какой-то крутой проект, крутая поездка, что-то эмоциональное или что-то ответственное. Меня, например, ответственность сразу поднимает с кровати, если мне нужно хорошо поработать или с кем-то встретиться и обсудить серьезные важные задачи, то тогда, да, никакие ограничения, вот моя усталость не позволит мне пролежать дольше определенного положенного мной времени. Это здорово. Друзья мои, напишите еще раз, призываю вас познакомиться чуть ближе, откуда вы, кем вы сейчас работаете, рассматриваете ли вы новую профессию, но, скорее всего, возможно, да, если не прямо сейчас продакт, который хочет повысить свою квалификацию, то, наверное, вы ее рассматриваете. Елизавета, город Москва, работает TD-менеджером, занимается обучением и развитием персонала, хочу стать продуктом. Это очень здорово, и сейчас мы чуть поближе познакомимся с этой профессией и в живом формате, и посмотрим, как будет проходить, возможно, Елизавета, ваше будущее интервью в компанию, в которой вы мечтаете устроиться, и какие уроки из этого можно вынести. Так, идем дальше. Да, в двух словах расскажу еще раз, как пройдет собеседование. Сначала мы познакомимся с вакансией, познакомимся с нашим нанимающим менеджером, с нашим нанимателем, его представим, проверим связь. Он расскажет, какие навыки и опыт нужны к кандидату, которого они как раз-таки ищут в компанию, и после этого мы познакомимся с кандидатом. Такая вводная, небольшая, приятная часть, на которой мы как раз-таки отработаем те самые soft skills. Далее мы перейдем непосредственно к собеседованию. Здесь я полностью передам руль нашему нанимателю и кандидату, и мы в живом формате посмотрим, как проходит собеседование. Вопросы к кандидату, вопросы к нанимающему менеджеру, ответные от кандидата, если такие есть. Ну и в конце, разумеется, мы сделаем с вами разбор полетов, поделимся впечатлениями и результатами. Наш наниматель выскажет свое финальное итоговое мнение, берут все-таки нашего кандидата на работу или нет, и даст обратную связь. Также у вас, дорогие гости, будет возможность задать свои вопросы нашим сегодняшним спикерам, поэтому в процессе можете писать их в чат, желательно фиксировать все заранее, и чтобы потом возможно было переслать, не знаю, вдруг наш чат заполнится так, что мне лично, моим взором не долистаться будет до ваших комментариев и ваших вопросов. В любом случае, такая возможность будет, и это здорово. Ну и для тех, кто смотрит до конца, разумеется, мы подготовили сегодня классные бонусы от компании ProductStar. Если вы готовы начинать, я чувствую, что готовы. Вот даже, не знаю, какая-то магия технических устройств, несмотря на то, что мы с вами находимся в разных местах, на значительных расстояниях друг от друга, я чувствую по внутренней какой-то энергетике, что мы уже готовы. Я чувствую и вижу, что наш наниматель уже подключился, и он здесь с нами, и готов его представить. Итак, все, вот мы передаем слово Вячеславу. Но, Вячеслав, перед тем, как я вам передам слово, я вас представлю. Нанимающий специалист сегодня – это Вячеслав Пятуков, Product Manager в Ozone Rocket. Вячеслав, здравствуйте. Всем привет. Рад всех, наверное, чувствовать, что все рядом, все слушают. Сегодня мы поговорим, проведем собеседование с Дианой. Мы, как компания растущая, всегда ищем продуктов, продуктов различных направлений. Ozone Rocket – это часть такой операционной и цифровой части, где встречается офлайн и онлайн мир. Мы занимаемся клиентским опытом с момента, начиная, когда клиент оплатил свою покупку. Все, что дальше происходит, за это отвечает Ozone Rocket. И мы растем, растет Ozone и ищем людей. Как правило, мы ищем людей с опытом, опыт должен быть не менее трех лет. Но можно и общаться при опыте меньше, главное, чтобы был подтвержденными кейсами. Что я делал, почему человек может объяснить, он это делал, каких результатов добился с продуктовой точки зрения. Поэтому это очень важно. В компании Ozone продуктовая культура, мы стараемся ее растить, развивать. Это не секрет, что для нас эта история новая, продукт менеджмент. Все в основном управляли как проектами, любым детищем, которое создавалось. А мы говорим, нет, давайте уже уходить от проектной истории, давайте рассуждать и делать продукты. И продукты – это такой живой организм. И нам очень важно, чтобы команды сами были самоорганизованы, сами предъявляли свои цели. Но эта цель, она была такая очень важная и коррелировалась с целью компании. Продукты не проджекты, о чем я говорил. Важно, что продукт действует как бизнесмен, он как предприниматель. Он постоянно думает о своем продукте, думает, как его улучшить и находит такой баланс, который достаточно нелегко найти. Это баланс, чтобы и компания могла зарабатывать деньги, и при этом пользователи чувствовали ценность этого продукта. Я дальше, Лев, уже готов двигаться. Какой у нас следующий шаг? Вячеслав, да, небольшая такая техническая ремарка. Если вам нужно, слеснусь в слайд. Вы мне говорите, следующий слайд. Хорошо, я сегодня, помимо того, что модерирую, еще выполняю роль кликера. Поэтому кликайте, у меня голосом, я буду переключать слайд. Следующий слайд, ну, мы уже хотим дождаться и познакомиться, наконец, с нашим кандидатом. Ее имя Диана. И, Диан, пожалуйста, подключайтесь к нам. Диана Садыкова, желаемая должность продакт-менеджера, желаемая вилка ЗП от 160 до 200 тысяч рублей. Это очень здорово. Философское образование. Диан, проверим связь сначала. Привет-привет, как слышно? Да, меня тоже хорошо слышно, нет? И видно, и слышно замечательно. Поэтому прямо сейчас, Василий, Диана, с вашего позволения, я руль передаю вам. Все-таки я нахожусь с вами здесь, просто выключу камеру, но буду рядом. Слушайте вас голос. Если нужно перейти к следующему слайду, то вы, пожалуйста, мне командуйте. И вам слово, можем переходить, наконец, к интервью. Хорошо, хорошо, тогда стартуем. Диан, привет. Добрый день. Да, почитал, изучил твое резюме. В целом, хотелось бы больше про опыт поговорить, существующий. Расскажи, пожалуйста, об опыте в своем последних трех компаниях. И знаешь, в каком формате лучше сказать, что ты делала и каких успехов добилась? Вот очень прям коротко о последних трех местах работы. Ну, на самом деле, мой опыт в маркетинге свыше семи лет. Я работала в различных индустриях и в том числе с различными инструментами. На текущий момент я работаю в крупной FMCG-компании, это онлайн-ретейлер, в том числе у них есть собственные торговые марки. На текущий момент я работаю с продуктом, с проектом, это CRM-система и директ-коммуникации. Что касается проектов, в частности, наверное, опыт, которым я горжусь, это запуск проектов на основе Data Science, на основе ML машинного обучения с целью удержания клиентской базы и ее развития. В частности, мы работаем плотно над метриками retention, работаем над увеличением целевых метрик, таких как, например, выручка на клиенте. Все это мы достигаем. Извини, что останавливаю, я тебя буду иногда останавливать, чтобы мы не уходили дальше. Расскажи успехи лично твои, которые были на последнем месте работы, где ты говоришь. Да, что касается успехов, в частности, это запуск крупного проекта на основе Data Science и ML, это проект NBO. Мы предлагаем... Что ты лично делала в этом проекте? Прямо про свой успех. Я сделала это, добилась таких-то успехов, если можно цифрами, то, конечно, было бы хорошо. Ну, в сжатые сроки я запустила данный проект, курировала реализацию, как с технической точки зрения, это поддержка в CRM-системе и интеграция баз данных с CRM-системой. И, в частности, это доработка наших сегментов, это запуск непосредственно реализации этого проекта. Проект разрабатывался консалтингом, когда я присоединилась к проекту, уже он находился в финальной стадии, то есть у нас клиентские сегменты были кластеризованы, были определены и сформулированы основные офферы программы лояльности, которые мы должны были предлагать, исходя из метрик, которые необходимо было наращивать на клиентских сегментах. И, собственно, далее уже я реализовывала всю эту техническую часть, были сложности, ряд сложностей, например, изначально наши дата-сайентисты делали расчет, исходя из категории ERP, ну, это если вот так вдаваться в детали. По факту нам необходимо было использовать категории сайта, и вот эти вот все технические моменты я решала, вручную запускала все кампании, то есть мы проводили MVP некий для данного проекта, MVO Next Best Offer, вот. И, собственно, все методологические аспекты уже на финальной стадии, когда нужно было что-то подкорректировать, технические моменты, всем этим занималась плотно я, в частности, и команда нашего консалтинга, руководителя нашего проекта, вот, и даты инженера. Хорошо, Диан, спасибо тебе за рассказ твой, давай перейдем непосредственно к вопросам, у меня будет несколько разделов, мы поговорим про продукты, проектное управление, немного психологию заденем, и если время останется, мы пару вопросов разберем на логику, будет там около двух-трех задач, может, одну, посмотрим, как будем двигаться. Конечно, если у тебя есть возможность, ручку и бумажку можешь взять с собой, чтобы делать какие-то записи, это когда мы перейдем к разделу про логику. Давай начнем про продукт, смоделируем ситуацию, ну, чтобы далеко не ходить, мы делаем продукты, связанные с логистикой, да, Zone Rocket, и, предположим, тебе пришел руководитель с гипотезой нового продукта, абстрадируемся вообще, что это за продукт будет, можешь рассказать поэтапно, что ты бы делала с этой гипотезой, и к какому результату ты бы хотел прийти. Ну, во-первых, прежде чем запускать MVP, нужно проанализировать, собрать аналитику, это может быть как внешняя аналитика, то есть посмотреть. Диана, единственное, я бы хотел тебя попросить, вот, когда ты будешь отвечать на вопросы, желательно делать такой сублимированный ответ, и прям по этапам. Первым этапом я бы сделала это, вторым этапом я бы сделала это, там, x этапов, на завершаемом этапе я получила следующие артефакты, такие-то материалы. Давай, вот, начнем. Пришел руководитель твой основной, там, или стейкхолдер к тебе обратился и говорит, Диана, у меня есть такая гипотеза, ну, предположим, у нас есть курьеры, давай, так будет, наверное, проще обсуждать. Они курсируют, возят заказы, мы им звоним по телефону. Давай сделаем мобильные приложения для того, чтобы эти курьеры могли пользоваться этим мобильным приложением. Это, не знаю, ускорит процесс, уменьшит операционную нагрузку, что бы ты делала. При этом курьеры не наши, курьеров привлекаем с внешнего рынка. Ну, во-первых, это, наверное, цели, для чего мы делаем, то есть, самая первая наша конечная цель, то есть, какие мы конкретно хотим метрики увеличить и чего мы хотим конкретно достичь данным. Ничего не существует, вот смотри, существует только операционная часть, когда сидит оператор, звонит по телефону курьеру и говорит, съезди к этому клиенту, забери у этого клиента товар, посылку отвези другому. Мы говорим, что мы хотим это оцифровать, это улучшит вообще просто, априори, да, лучше станет процесс. И это, давай еще такой вариант, это юбер для курьеров, например. Да, я поняла, но даже если мы говорим про операционную часть, у нас, в принципе, могут быть целевые метрики. То есть, во-первых, это, допустим, сокращение времени приема заявки для курьера, это, допустим, увеличение количества заказов. Подожди, Диана, извини, что перебываем, мы сейчас не про метрики, у тебя просто голая гипотеза. Вот прям скажи, я бы сначала, не знаю, бриф с руководителем провела и выяснила бы у него следующий момент. Я бы у него спросила, а для чего вы хотите запустить этот проект, в какие сроки вы хотите уложиться, какие ресурсы у нас есть. Ну, к примеру, я не говорю, что так можно сказать. Дальше я бы пошла и, не знаю, провела бы аналитику рынка. Ну, с такими этапами. Хорошо, да, окей. Ну, первое, это, опять-таки, сформулировать цели, сформулировать ключевые метрики, зачем мы делаем, почему. Второе, это ресурсы, которые у нас есть, наши ресурсы внутри компании, внешние ресурсы, которые мы можем привлекать бюджет, сроки. Далее, это аналитика, это внешняя аналитика, внутренняя аналитика, то есть внешняя аналитика, мы смотрим, есть ли похожие решения на рынке. Внутренняя аналитика, мы смотрим и проводим некий кастдев с нашими конкретно пользователями будущими. В частности, это могут быть курьеры, понять, что их не устраивает в текущей системе, потому что очень много инсайтов можно непосредственно собрать от людей, которые участвуют в процессе. То есть проводим внутренний кастдев, далее мы можем также дополнительно в зависимости от проекта провести внешний кастдев при наличии ресурсов. Также далее мы создаем дорожную карту roadmap проекта и на основе этого roadmap накидываем основные этапы. Первый этап – это техническая реализация, то есть мы реализовываем backend, frontend, прототипируем также наше мобильное приложение. Далее, следующими этапами мы его продвигаем, также если мы говорим о большой и крупной компании, внутри компании тоже необходимо делать продвижение продукта. Если мы говорим о развитой курьерской сети, делаем обучающие инструкции для наших пользователей, чтобы минимизировать технический барьер, если они есть. И, собственно, растим метрики активных юзеров. Хорошо, спасибо. Давай тогда к следующему вопросу перейдем, абстрагируемся от того, что было выше. Ты пришла в новую команду, у команды существует уже запущенный существующий продукт и есть некий бэклог-гипотез. Ну, это, X-гипотез. Скажи, для реализации нового функционала, расскажи, пожалуйста, что бы ты делала с этим бэклогом и как бы ты поняла, что вообще брать в работу? Ну, здесь важно, наверное, исходить из общих целей компании. То есть, если, допустим, у компании есть цель увеличить выручку, мы смотрим, какие гипотезы будут работать в бэклоге на данную задачу. А как ты это посмотришь? Ну, вот ты, хорошо, давай, мы работаем на выручку. У нас есть 25 гипотез, которые условно на метрику будут влиять выручка. Ну, как бы ты выбрала, какую из этих 25 гипотез брать в работу? Ну, степень воздействия данной конкретной гипотезы, она, ну, как бы данных конкретных гипотез может быть разная. То есть, если мы, допустим, говорим о продукции, если это наш сайт, и гипотезы могут относиться к разным разделам сайта. Это может быть, допустим, какой-то функционал на главной странице, который видят там больше... Давай вот будем лучше так иногда будет тебя прерывать, чтобы направлять. Скажи, вот ты работала, и вы делали CRM-систему. И когда вы, не знаю, MP-версию CRM-системы придумывали, у вас был некий пул функционала, который обязательно должен был быть включен в эту CRM-ку. А как вы определили, что первым, не знаю, должен быть поле авторизации, а не, не знаю, там, заведение новой заявки? Вот почему этот функционал стал первым, а не тот, иной? Как вы его приоритетизировали, ладно, пускай так скажем? Ну, непосредственно CRM-системы я не разрабатывала, но, исходя из логики, то есть у любого продукта есть основные функции и вспомогательные. В данном случае, в данном примере, допустим, авторизация, поскольку CRM-системы это внутренний продукт, то авторизация первична, а заведение заявки вторична, потому что нельзя завести заявку без авторизации. Ну, это очевидно для тебя, но, например, это и сейчас очевидно. И мы специально, я привел такой пример с очевидным функционалом. Ну, предположим, для нас это не очевидная история. И как нам понять, какой функционал должен быть первым, а не вторым? Ну, я думаю, что нам нужно прототипировать продукт, нам нужно пройти все те шаги, которые должен будущий пользователь пройти. Хорошо, давай, хорошо. В поле авторизации у нас есть три варианта. Ввести пароль, авторизация по телефону, не знаю, авторизация через существующие стальные сети, там, Gmail, там, Apple ID. Как мы решим, какой нам из этих трех функционалов делать для авторизации? Ну, если у нас 90%, ну, 99% пользователей имеют мобильный телефон, то, естественно, в первую очередь мы берем в приоритизацию номер мобильного телефона. Ну, почему? Ну, а представь, работать, хорошо, разработчики говорят, для того, чтобы у нас вообще ничего не готово для смс-ки, нам нужно пилить новую интеграцию, это будет делаться месяц. А делать авторизацию через Apple, ну, там, или через Google, нам вообще все готово, есть готовые ливы, мы за неделю соберем, или там, за три дня. Ну, все зависит от нашей целевой аудитории. Если мы делаем продукт именно для аудитории, которые активно пользуются iPhone'ом и которые активно пользуются социальными сетями, возможно, имеет смысл действительно сначала подключить авторизацию через социальные сети. Но здесь… Да, извините, что опять перебиваю. Я здесь просто хотел про приоритизацию сказать. Ты когда-нибудь работала с приоритизацией, используя фреймворки, там, iFillerize, например? Нет. А, ну, нет, на самом деле работала. Я к этому и клонил, что самый логичный способ узнать, что же брать первое в работу, это приоритизировать бэклог и как раз для приоритизации такие фреймворки использовать. Ну, ладно, давай, дальше тогда пойдем. Вот, предположим, мы выписали наш бэклог, мы его приоритизировали, знаем, какие задачи брать первыми в работу, какие у нас должны быть последними, условно, самые первые задачи, которая больше нам принесет результата, при этом мы меньше сил на ее разработку потратим. И мы понимаем, да, как любой продукт, мы не идем сразу в разработку, мы идем в эксперимент. Расскажи, как бы ты запроектировал эксперимент, давай вот дальше от поля авторизации не уходить, вот у нас есть три варианта авторизации, ну, там, три способа, да, как бы ты запроектировал этот эксперимент, какие, по твоему мнению, должны быть этапы у этого эксперимента обязательно? Ну, сейчас мне нужно чуть-чуть подумать. Эксперимент мы будем раскатывать на внутренних сотруд... Ну, да, скорее всего, на внутренних сотруд... Не-не, давай с проектирования начнем. То есть любой эксперимент, он должен начаться с проектирования. Вот ты один из этапов, да, этого проектирования эксперимента, то есть способ, каким мы будем проверять, проведить, там, АБ-тестировать. А до этого момента какие истории могут быть? Ну, то есть какие этапы могут еще быть у эксперимента? Ну, может быть, КСДФ, вот, в качестве эксперимента? Не-не, это ты способ, то есть смотри, ты порой называешь, ты говоришь о качественном, ну, пускай ты провести глубинное интервью и там АБТС, то есть два варианта проведения самого эксперимента. Но мы должны его спроектировать. Ну, к примеру, когда ты проектируешь эксперимент, и ты хочешь запустить АБТС, у тебя один из этапов – это размет на выборке, контрольной основной группы, на какие метрики ты будешь отслеживать при этом эксперименте. То есть я вот такие истории хотел бы сделать. Да, все поняла. Ну да, мы, соответственно, проектируем дизайн-пилот нашего эксперимента, определяем, если мы говорим про АБТ-тестирование, определяем размеры выборки контрольной целевой группы, смотрим на мощность теста для того, чтобы получить статозначимые результаты, смотрим на уровень статозначимости, он может быть примерно оценен пивелью, то есть нам, допустим, мы допускаем погрешность 5% либо 20% при проведении эксперимента. Диана, давай еще раз, откатимся назад. Я тебе прихожу, говорю, у меня есть такая гипотеза, я хочу ее проверить. Ну, я, например, продуктовно. Я прихожу к своему продукту и говорю, Диан, есть гипотеза, мы не знаем, какую авторизацию выбрать, но мы точно понимаем, что авторизация, используя смс, давай, простим, мы видим, давай, хорошо, у нас существует авторизация, мы видим, что большинство людей, у нас 6 знаков при авторизации смс приходят, мы видим, что очень часто люди ошибаются. Наша гипотеза состоит в том, что если мы уменьшим количество знаков, то конверсия в регистрацию условно увеличится. Как бы ты этот эксперимент спроектировала и что бы ты делала? Мы создаем две страницы. Одна страница с нашей стандартной формой регистрации, вторая страница с нашей формой регистрации, где количество знаков, которые необходимо вводить, сокращено. Соответственно, мы гоним трафик на нашей странице, трафик мы делим так, чтобы получить статозначимые результаты, чтобы был определенный... Давай размер выборки. Хорошо, пускай даже в таком формате ты говоришь, приходишь, например, нашему менеджеру, который занимается трафиком, и говоришь ему, мне нужно завести на этот лендоз X людей, на этот лендоз Y людей. Как бы ты отоделила размер этой выборки, который тебе нужно завести? Ну, если речь идет о работе с трафик-менеджером, я конкретно не буду задавать четкие значения по размеру выборки. Скорее я попрошу, чтобы трафик-менеджер завел в рекламном кабинете просто две компании, одна будет вести, не две компании, а именно через функционалы. Ты представь, ты в Азоне работаешь, в котором 5 миллионов пользователей в сутки заходят, и ты их поделишь 50 на 50, и 2,5 миллиона польешь на свой лендинг с авторизацией в три знака, ну, блин, как-то не очень хорошо. Ну, если авторизация не выполнена коряво, то почему бы и нет? У нас тогда эксперимент по времени завершится быстрее. Может быть, нам хватит одного дня с этой рекламной кампанией, и мы быстрее получим результат. У тебя задаст логичный вопрос, сколько людей нужно завести в контрольную и в тестовую группу? Ну, в зависимости от объема аудитории, если объем аудитории большой, если это 50 тысяч человек в день, то, возможно, мы поделим аудиторию 30 на 70. Почему 50? Ну, может, нам тысяча. А представьте, если эти все 50 тысяч, это все платные пользователи, и мы не знаем результаты, возможно, с более коротким смс-кой больше людей отвалится. Ну, ладно, давай тогда не будем затягивать эту историю. Перейдем к следующему вопросу. Какие ключевые метрики любого продукта ты можешь назвать? Давай, ну, там, 3-4 ключевые метрики, без которых продукт просто не существует. Ну, наверное, это выручка, наверное, это маржинальность продукта, также это количество активных пользователей у продукта. Ну, наверное, вот 3 базовые. ЛТВ. Хорошо, ну, супер, да, раз ЛТВ задела. Давай вот остановимся. А при ритмс-шем что-нибудь слышала про такую метрику? Да, конечно, я говорила, что как раз сейчас работаю с этой метрикой. Да, ты не назвала ее главной метрикой в продукте. Почему она, по твоему мнению, является основной из метрик продуктовых? Ретеншн. У нас ЛТВ, в принципе, включает в себя ретеншн, то есть ЛТВ, на мой взгляд, это более общая метрика, нежели ретеншн. Летеншн просто говорит. Ну, хорошо, давай тогда немного поговорим про эти метрики. И давай расскажи вот про ЛТВ, про ретеншн, что за метрики, для чего они нужны в продукте. И потом хотелось бы услышать, если ты знаешь, что такое ЛТВ, то рассказать, как вы считаете ЛТВ. Ну, ретеншн – это непосредственно удержание продукта, удержание пользователей в продукции. То есть это объем клиентской базы, которая у нас остается активная на протяжении, там, из месяца в месяц. Вот, ретеншн, в принципе, рассчитывается по-разному, точно так же, как и ЛТВ. ЛТВ – это жизненная ценность клиента. Если говорить утрированно, такая самая простая метрика расчета – это средний чек, умноженная на количество месяцев, допустим, если мы говорим про подписку, средний чек – ну, как бы такая базовая ключевая метрика. Можно считать ЛТВ совершенно по-разному, в зависимости от типов продукта. Хорошо, вот подписочные модели – супер пример. Давай разберем на подписочные модели. Ты продукт, к тебе приходит, там, стекхолдер, СПО, неважно, и говорит, давай считать ЛТВ, давай соберем дашборд, где-нибудь, будет отображаться ЛТВ наш. То ты приходишь к аналитикам и говоришь, ребят, давайте соберем дашборд. Они говорят, слушай, Диана, существует много способов, как считать ЛТВ, как ты бы хотела считать его, как уина математика заложить, чтобы вывести на дашборде график ЛТВ. Что бы ты им порекомендовал? У нас продукт с подписчейной моделью. Просто порассуждай, да, просто порассуждай. Как бы ты делала? Ну, я бы, наверное, смотрела бы на среднее количество месяцев, которые пользователь проводит с нами, и умножала бы на средний чек. То есть у нас подписочная модель может быть несколько тарифов. Я бы смотрела средний чек, средний тариф, который у нас обычно пользователи покупают, и смотрела средний срок, который у нас пользователи, ну, в течение которого у нас пользователь является платящим. Хорошо, хорошо, Диана. Давай пойдем тогда дальше. Секция про продукт завершена. Сейчас немножко про проектную историю поговорим, потому что, ну, все мы понимаем, что когда там продукт руководит продуктом, развивает его, у него есть такие части, которые больше про проект. Давай предположим, что откатимся к нашей там истории про приложение для курьеров, и к тебе приходит руководитель и говорит, Диана, так а сколько, по твоему мнению, нам потребуется времени для реализации этого продукта, да, чтобы мы его запустили. Как бы ты подошла к оценке сроков и назвала бы итоговое время руководителем? Ну, как бы, если у нас есть техническая команда, то самый честный и самый правильный вариант – это просто пойти к технической команде, сказать им, что мы хотим, какой функционал должен быть в нашем приложении, и попросить СТО, если он есть, либо там TeamLead'а команды, чтобы он оценил сроки. И, соответственно, этот срок плюс время, которое необходимо на выкатку приложения в App Store, на публикацию, назвала бы руководителю. Хорошо, ну, отличная история. Ты пришла, разрабы тебе посчитали 6 месяцев, и называют эту цифру. Ты приходишь к руководителю, говоришь, так и так, я там со всех сторон все посмотрела, все посчитала, со всеми пообщалась, даже, не знаю, личное мое мнение, что мы закончим разработку через 6 месяцев. Оговорить, как я говорю, нет, 6 месяцев мы не можем, у нас начинается высокий сезон, допустим, это, не знаю, октябрь месяц, у нас скоро высокий сезон, там, октябрь, ноябрь, нет, даже неправильно тебе говорю, в августе, да, а у нас ноябрь-декабрь высокий сезон у e-com, нам нужно успеть до этого месяца, то есть 4 фактически у тебя. Что ты будешь делать, чтобы из 6 месяцев сделать 4? Какие бы действия ты применила бы, чтобы делала? Ну, во-первых, если функционал у приложения сложный, то отчасти опции можно отказаться. И если 6 месяцев – это именно оценка самого такого базового функционала, ну, тоже самый простой вариант – это попробовать привлечь дополнительную силу в виде разработчиков. Давай, давай, три варианта назови, отлично. Первый вариант ты назвала. Мы увеличиваем количество ресурсов, привлекаем аутсорсную команду, неважно. Второй вариант – что ты сделала, чтобы сократить срок? Ну, второй вариант – это минимизировала функции, то есть сделать оценку всех базовых функций, которые должны быть в приложении, сделать оценку часов, которые затрачиваются на реализацию каждой фичи и посмотреть, приоритизировать эти фичи, подумать, от каких фичей можем отказаться и подумать, как, может быть, мы можем какие-то сложные элементы заменить на более простые в реализации. Супер. Второй и третий вариант – какой бы ты не делала? Третий вариант, ну, наверное, самый такой базовый – это попробовать договориться с командой, либо попросить ребят чуть-чуть поднажать. Вот, ну, мы все работаем, мы все увлечены нашими проектами. Вот, либо договориться с руководством и попросить оплачивать людям сверхурочную какую-то работу. Да, тоже, тоже как вариант. Хорошо, вот супер, вы придумали, там, взяли задачки, декомпозировали их, выкинули то, что точно не нужно в Миккиверс продукта. Вы понимаете, что, да, сейчас вы можете в 4 месяца уложиться, и вы с командой такие начали этот продукт пилить. И ты понимаешь, что в команде возникает у тебя конфликт, и ты видишь, что сотрудники поругались, и это грозит срывом сроков проекта. Вот, что бы ты делала в данной ситуации? Ну, чисто на психологию подумать, какие бы ты применила методики, что бы ты делала, чтобы ребята вновь, не знаю, помирились или, наоборот, их больше не сводить. Расскажи. Ну, наверное, самый такой ключевой вопрос, кто с кем ругается. Ну, предположим, для реализации продукта тебе нужны, не знаю, там, на первой стадии, ну, давай, откатимся еще назад, вы продумываете только общий функционал, у тебя есть бизнес-аналитик и системный аналитик, ну, к примеру. И эти ребята на стартовой фазе пообсуждают идею этого продукта, там, не знаю, бизнес-аналитик хоть свою цену проводит, системный аналитик, смотрят, какие сервисы будут задействованы, какие-то доработки, где нужны, и у них возникает конфликт. Ты понимаешь, что если дальше так будет продолжаться, то вы не то что MVP-версию, вы даже не приступите к какому-то базовому описанию функционала. Что ты делал? Ну, наверное, здесь важно исходить из степени конфликта, насколько он острый. То есть, если люди готовы идти на компромиссы и, собственно, о причине конфликта, то есть он в чем вообще заключается, есть какая-то разность видения продукта, какая-то именно… Давай, Ян, давай вот в предыдущий вариант, мне больше понравился ответ, вот три варианта, что ты делал. Раз, два, три в этой ситуации. Ну да, ну, во-первых, оценить степень конфликта, насколько он действительно серьезный. Если прям мешать сроку проекта, далее оценить вклад каждого из участников конфликта в проект. И третье, если конфликт будет максимально серьезным, привлечь HR-службу, либо самой там посмотреть, и если как бы люди категорично отказываются идти на компромиссы, искать быстро замену. Хорошо, супер. Спасибо тебе за ответы. Мы блог про продукты и проект закончили. Теперь немного про логику. Я, наверное, две-три задачки тебе задам. Посмотрим, как мы пойдем по времени. Потому что у нас еще в запасе 18 минут. Мы в целом идем отлично. Возьми ручку и бумажку. Так, сейчас. Счастье у меня есть. Так как мы говорим о продуктах логистических, в первую очередь, когда говорим про нашу вакансию, про Zone Rocket, то не могу не задать тебе задачку на как раз такую логику. Представь, есть четыре человека. Два молодых и два пожилых. Это очень важно. Им всем нужно перейти по мосту на другую сторону. При этом время суток-ночь. Переходить по мосту могут только два человека, не более двух одновременно. И только с фонарика. Без фонарика проходить нельзя. Троем тоже ходить нельзя. Четвером и так далее. Только два, не более. Один может, но больше двух нельзя. Молодому или молодым для перехода по мосту нужна одна минута. Пожилому нужно 10 минут. Сколько, по твоему мнению, минимальное количество времени понадобится, чтобы всем четырем перейти на другую сторону? Здесь множество вариантов. Вот у тебя есть пять минут не больше на подумать. Можешь слух рассуждать. И нужен итоговый результат. Да, хорошо. Сейчас я буквально минутку соберусь и подумаю. Давай-давай, конечно. Ну, наверное, 20 минут минимальное время, если как бы есть ограничения по времени. Расскажи, как ты получила 20 минут. Ну, получается, у нас первый, ну, как бы два прохода по мосту, получается один фонарик. А, тут как бы, да, фонарик, да, я не учла вот это вот условие. Да. Давай, до 47 минут, 3 минут, какие еще дамы на подумать? Ну, наверное, получается, что сейчас я тогда вслух попробую просуждать. Один, так, 10 минут проход по мосту. Один молодой, один пожилой в одну сторону. Далее молодой возвращается. Время не суммируется. Если молодой с пожилым идет, он будет идти время, как у пожилого, правильно? Да, да. За 10 минут. Ну, получается, 10 минут, да. 10 минут они прошли на одну сторону с фонариком. Далее пожилого нужно оставить на одной стороне моста. Молодой может вернуться с фонариком. Получается, он затрачивает еще сверху одну минуту. Получается 11 минут. Далее молодой передает фонарик, передает фонарик другому молодому. Другой молодой вместе с фонариком проходит с пожилым. Это плюс еще 10 минут. Это получается 21 минута. Плюс еще одна минута молодому, чтобы вернуться. это 22 минуты. И вместе они проходят потом. Это будет 23 минуты. Ну да, 23 минуты. Это самый такой простой вариант. Еще подумай, еще можно сократить время, оптимизировать маршруты. Подумай, как бы ты их оптимизировал. Не знаю. Но если фонарик, если брать это условие с фонариком, если это обязательное условие, то сложно что-то придумать, какую-то еще оптимизацию маршрута. Ну, можно здесь еще сократить, оптимизировать маршрут. Ну, хорошо. Давай тогда дальше двинемся. Еще задачка. У тебя есть бейсбольный мяч и бита. Вместе они стоят 1 доллар 10 центов. При этом бита стоит на 1 доллар дороже мяча. Сколько стоит бита, сколько стоит мяч? Так, бейсбольный мяч плюс бита 1 доллар 10 центов. Бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит бита, сколько стоит мяч? Вместе доллар 10 центов, но бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит бита, сколько стоит мяч? но получается если бита дороже мяча на 1 доллар то получается бита стоит 10 центов а мяч стоит 1 доллар не очень поняла бита дороже мяча на 1 доллар вместе бит и плюс мяч стоит 1 доллар 10 центов правильно да 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 сколько стоит бита сколько стоит меч той вариации в районе между ними не доллара 90 так разница 90 центов а сколько в одном долларе центов 100 центов да ну получается что дельта 90 центов ну пока у меня тот же самый вариант который я озвучила ранее хорошо дядя пойдем дальше я единственное третью задачу пропускаю она сложнее и так как в предыдущем думе ты не справилась то я бы ее убрал у меня остается на самом деле один вопрос но он будет большой и поэтому 10 минут я думаю на него потратим расскажи почему хочешь покинуть текущее место работы ну текущее место работы я покидать не хочу мне моя работа нравится единственное я бы хотела просто расти и расширить свой круг ответственности и мыслить уже непосредственно как продакт-менеджер потому что дух предпринимательства мне в принципе близок именно внутреннего предпринимательства мне хочется приносить больше денег компании в которой я работаю быть еще более эффективной поэтому в принципе я и рассматриваю возможности развития знаешь когда резюме смотрел очень интересно стало что ты задерживаешься на всех местах работы очень мало там 5-7-8 месяцев но за редким исключением на первом месте работы поработал два года а все остальное даже года не добирала все мы связаны были все твои переходы почему так да но я такой человек который очень любит развиваться и я все время еще возможности для развития либо я их нахожу внутри компании либо я их нахожу вовне вот это такой первый основополагающий момент есть аспекты финансовые потому что рынок труда он растет развивается иногда мне предлагают зарплату больше и в свете моих жизненных обстоятельств для меня это становится более приоритетным и иногда приходится как бы менять одну работу на другую более высокооплачиваемую коллеги все я вернулся к вам был с вами все время слушал внимательно вячеслав как всегда с этой задачкой с любимой про мост и про центы есть мне кажется у нас запрос в чате у наших сегодняшних зрителей узнать правильный ответ поэтому по возможности но если такая возможность нам поделиться или мы сейчас в процессе обсуждения вопросов и введения итогов нашего собеседования почитаем и дадим возможность сегодняшним зрителям ответить на эту загадку давай еще одну задачку зададим которая в прошлый раз понравилась нашим слушателям и мы будем обсуждать вопросы а в конце посмотрим ответ как ты думаешь стоит задать договорились договорились все тогда коллеги внимаем вячеслав да задать следующая ее задают очень любят ребята из яндекса из мэйла если кто-то собирается к ним то вот особенно в яндексе задавать в разных интерпретациях но логика одна суть задачки следующий есть город полгунов и город людей говорящих только правду люди между городами могут перемещаться свободно как узнать в каком-то городе при этом задавая только один вопрос вот и вся задачка необходимо сказать какой нужно задавать вопрос для того чтобы узнать в каком-то городе при этом люди луны и говорящий правду между городами перемещается свободно ну все вот эта задачка посмотрим какие будут варианты ответов сколько мы дадим время нашим зрителям чтобы ответить на эту загадку давай сейчас поотвечаем на вопрос и зрители которые они задали и когда мы закончим я думаю это 5-10 минут займет мы узнаем варианты ответа потому что в целом дают на осмысление этой задачи не больше 10 минут понял коллеги тогда давайте прошу вас всех тех кто сегодня с нами находится в этом материи еще раз если вдруг у вас есть вопросы то продублировать их чат я их буду зачитывать для нашего сегодняшнего нанимать нанимателя и пролистаю еще в числа взглядом может быть я где-то упустил вопросы здесь вопросы чаще вот в чате такие рассуждательного обсуждательного характера на тему собеседования на тему ответов дианы на тему ваших вопросов и так далее сейчас да еще раз попросили повторить условия давайте повторим через одно мгновение пока что еще раз я напомню о том что секреты это очень здорово давайте не будем такую возможность упускать и я призываю те вопросы которые у вас возникли прямо сейчас написать в чате он передо мной открыт я одним глазом как уже рассказывал в начале поглядываю на вас через маленькую камеру другим глазом поглядываю в наш чат слушайте не так много вопросов вернее вот из свежих вообще нет видимо все упали в рассуждение задачкой и загадкой наверное как как и я мечтая возможно когда-то решив успешно эту задачку на собеседование в гугле или в какой-то другой известной огромной мировой компании устроиться на самую большую руководящую должность и творческую поэтому вячеслав попрошу все-таки учитывая все возможные неполадки с вайфаями в разных городах откуда сегодня к нам подключились наши зрители повторить условия задачки но уже точно в последний раз да хорошо лев я повторю если вопросов нету то я бы хотел от себя добавить как идеальной картине должно происходить собеседование на продукта да если человек приходит это очень важно я не скажу почему потому что вот нанимаю в озон достаточно много и часто и я думаю что нужно об этом проговорить от вопросов нету и так задачка следующие есть город лугунов и город людей говорящих всегда правду люди между этими городами могут перемещаться свободно люди которые живут которые говорят правду и которые всегда обманывают как узнать в каком-то городе находишься при этом задавая только один вопрос вот собственно задача у нас есть предположительный ответ илья предлагает назвать имя третьего города нет такого не существует не у меня нет у нас нету нету третьего города но классная идея нет у нас вот есть условия задачи и мы в рамках этой условий живем лев если нету вопросов можно я пару все таки истории расскажу как бы в идеальной картине конечно проходила должно собеседование и это когда возможно самое главное вот что очень пугает на собеседование особенно из человека продукта продукт он как правило самоходим и большую часть времени он автономе находится под руководством чем-то постоянным взором он действует на свое усмотрение и показывает результат очень важно быть последовательными своих ответов и в идеальной картине и вот что очень нравится когда человек услышал условия услышал вопрос и ответ дает структурно он говорит первый вариант такой второй вариант такой это это вот первое что я бы хотел заметить и второе что хотят на собеседование услышать если ты не нанимаешься там в авито например в яндекс где собеседование многоэтапное так где ты общаешься с аналитиками общаешься с исследователями общаешься с продуктами общаешься по продуктовым кейсам там около четырех-пяти собеседований обычно когда все пытается засунуть в одну историю говорить больше триггерами то есть триггерами это правильные слова если мы говорим про криортизации показать Durchs my распространенные фреймворки если мы говорим про метрики рассказать под самые известные метери которые есть продукты и не говорить выручка но условно до метрика метрика условно можно назвать также хорошо сказать что есть метрики продуктовые метрике другого характера при того человека свое purchasing Что существует не просто некое слово метрики, а существует несколько видов метрик. И какие они. При этом хорошо бы еще рассказать про иерархию метрик, про анастар метрик и так далее. Обогатить свой ответ вот этими триггерами. Это очень важно, потому что показывает ваше глубинное понимание, а не знание по верхам. Когда человек расплывается, то первое впечатление, которое складывается, это именно что человек не знает вопроса, а если знает, то очень не по верхам. И вот еще последний момент, который я хотел бы заметить. Может быть это со временем начинает так глаз видеть. Очень видно искажение, то есть такой профдеформации. Если человек всегда занимался проектным управлением, то у Дианы видно даже по ответам, я думаю, все видели, что когда мы говорили про проектные вопросы, кейсы, то она сразу оживлялась. И говорила четко по этапам. Раскладывала это. И это говорит о том, что она больше проектным управлением занимается, нежели продуктовым. Вот постараться все-таки придерживаться одной линии, это позволит дать, показать, что вы не только в одном чем-то сильны, а сильны в других областях важных для продукта. Лев, я все, спасибо. На последнюю загадку, которая нам предлагают в чате. Лев, давай лучше к Диане перейдем, завершим наш основной этап и уже дальше такой бонусный момент разберем. Договорились. Тогда результат, пожалуйста. Я думаю, что все прекрасно видели ответы Дианы и особенно продуктовый блок, он был очень неуверен, пройден и также не решены задачи на логику. Для продукта очень важно не просто решать эти логические задачи, пускай они были бы решены неверно, но двигаться структурно для решения этих ответов. Поэтому однозначно Диану бы на следующий этап собеседования я бы не пригласил, но не потому, что, не знаю, как-то мне она не понравилась по ответам или какие-то у меня могут быть дополнительные к ней вопросы. Я четко вижу, что у Дианы нет практического опыта продуктовой среды. То есть все, чем она занималась, это было проектное управление. И, к сожалению, вот этого не хватает. Продуктового видения, продуктового подхода и понимания, как двигаться с гипотезой, когда у тебя нет никаких данных, что с ней делать. Надо также понимать, как приоритетировать бэклог из этих гипотез. Это простейший вопрос. Также простейший вопрос про то, как спроектировать эксперимент. Это тоже достаточно простая история, которая состоит из пяти кусков, из пяти частей, которые, опять же, можно раскручивать. И вот это продукт основное. Ты умеешь формулировать гипотезы, умеешь их скорить и умеешь эти гипотезы валидировать. И вот это первые три вопроса, которые были у нас и на которые не ответила Диана. То есть уже с продуктом не будет сложно. То есть как джуниор-продукт можно зайти, когда ему говорят, что делать, он просто делает. Уже там джун плюс, мидл уже, к сожалению, нет. И также про ключевые метрики, это типичная ошибка, особенно про LTV, желательно не говорить, что мы берем выручку и прочую историю. Желательно, конечно, если ты не знаешь, то лучше не говорить. Потому что когда ты говоришь неправильно, это еще сильно не пугает, потому что ты будешь так неправильно делать и в реальной жизни. Я все, Лев, наверное, все, что хотел сказать. Вячеслав, спасибо большое. Вот все вот эти вот яркие минусы, зоны роста мы учли. А вот что, Вячеслав, я просто уточняю по вопросу из чата, а что также понравилось в ответах Дианы? И что из этого можно было бы еще докрутить до условного идеала? Слушай, Лев, ну точно могу сказать и нашим слушателям ответ, что идеального нету такого варианта, когда ты проходишь собеседование. Даже когда ты отвечаешь, что классно, ты много чего знаешь. Бывает, нету мэча с твоим оппонентом, который тебя собеседует. Нужно внешне понравиться. И у меня даже были кейсы, когда классный продукт, классный, отличный, он с тобой этап проходит, а ты руководителю его передаешь, руководитель дальше его зарезает. А ты спрашиваешь, почему? Он говорит, а он на все был согласен. Понимаешь? Он на все говорил, да, я умею, да, я могу, да, я хочу. Понимаешь? Иногда даже такое пугает. В Диане первое, что мне понравилось, это ее сдержанность. Очень важно, да, что она хорошо держалась, она не волновалась, тоже большой плюс. Вот я увидел как раз про проектные вопросы, что там она себя чувствует хорошо, спокойно и дает правильные, извешенные ответы. Ну, наверное, те, которые я бы хотел слушать, еще также немаловажно не забывать, что про мэч, который я говорил, часто надо говорить то, что, наверное, хочет слышать нанимающий менеджер. И в этом плане очень классно действовать, как при проведении каздева или любой глубинке, можно задавать нанимающему менеджеру открытые вопросы, дабы понять, а что же он в итоге от тебя хочет услышать и двигаться, получать вот эти зацепки. Так что вот такая история. Поэтому Диана по проектному менеджменту хорошо, прям мне очень понравилось, потому что там держалась хорошо, даже не волновалась. И про психологию мне тоже понравилось, но, видимо, кейсы были. Спасибо большое. И все же, вот я вижу, что вопросов, да, благодарят, суперполезно. Спасибо большое, еще раз я передаю. И вот спрашивают тоже по интервью, я сейчас уточняю, Анна уточняет, последний вопрос, видимо, про предыдущее место работы. Насколько был пройден? Про предыдущее место работы, опять же, вот я пытался Диану останавливать, она расходилась, опять же, расплывалась. А, если здесь ответ, что я работу не ищу, ну да, это, конечно, не классно, так говорить не круто, но, типа, если ты не ищешь работу, зачем ты пришел и тратишь свое время? Конечно, нужно говорить, я ищу новое место работы обязательно и сказать, что тебя на этом месте работа не устраивает. И главное не говорить вот таких стоп-слов, которые сразу могут там просто зарядить собеседование, если все предыдущие вопросы были хороши. Это руководитель не понравился, был конфликт на работе, мы его не смогли там уладить и так далее, это стоп-слова. Второе, что тоже не очень классно, когда ты говоришь, я хотел расти, это тоже наводит на мысль, почему ты не рос в той компании, в которой ты находился. То есть, должны быть реально весомые аргументы. Ну и, конечно, желательно не обманывать. То есть, если ты, ну, у тебя был конфликт с руководителем, ну, можно об этом сказать, но сказать как-то мягко, вот, как-то не так, что у меня был конфликт, и мы поэтому разошлись. То есть, сказать о том, что мы в нашей работе, не знаю, много времени занимало обсуждение задач. Да, вот, по контексту можно сказать, мы постоянно не могли прийти к общему знаменателю. Я хотел на велосипеде поехать, а он хотел полететь на самолете. Ну, вот таким вот образом идти. Это мешало быть эффективным мне, как менеджеру, я хочу компании приносить больше пользы, и поэтому ищу компанию, где процессы отлажены, где они проходят более быстро, ну, по такому вот ключе попытаться завернуть. Ну, вот такая история. И так, знаешь, Лев, извините, еще минутку отниму, и про предыдущие места работы тоже важно говорить. Я делал это, и вот это такую дало пользу. Ну, то есть, сказать, я, не знаю, нарисовал зеленую кнопочку, зеленая кнопочка увеличила конверсию в покупку на 10%, это принесло компании их рублей. Вот это то, что нужно. В одной строчке можно описать свою эффективность. А говорить, что мы, команды, разрабатывали, провели тысячу экспериментов, сделали зеленую кнопочку, на кнопочку стали чаще нажимать. То же самое я сказал, но другими словами, которые, ну, не говорят о том, какой успех у тебя был. Поэтому важно говорить вот именно такими цифрами, метриками, это триггерные слова для продукта. То есть быть более конкретным? Да, обязательно, обязательно. Так, окей, я думаю, что мы все поняли. Спасибо большое еще раз. Так, вопросов больше нет. Сейчас, Вячеслав, предлагаю нам завершить эту бонусную часть с вопросом, с задачкой про два города. И после этого, да, мы перейдем еще к бонусам от Product Star. Я расскажу немножко, что мы сегодня для вас приготовили. И все же, Денис спрашивает, ну, предлагает такой вариант ответа. Спросить, вы из этого города? Ну, да, все верно, да, 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 но я чувствую, что ребята, ну, точнее, даже надо немного его трансформировать, но общий подход к понятию, да, ты сейчас в своем городе, нужно такой правильный вопрос задать, если ты получаешь два ответа, да, то ты находишься в городе, в котором люди говорят правду, если ты получаешь два ответа, нет, значит, находишься в городе, в котором говорят неправду. Вот это любят задавать вопросы в Яндексе, потому что у них там перекос в технический скилл, и это часто программистам такой вопрос попадает, потому что именно такая логика должна быть здесь при рассуждении. Да, Александр тот же самый нам предложил ответ, и вы находитесь в своем городе, вот он же самый. И, ну, я поздравляю всех тех, кто успешно справился с загадкой, то есть вы потенциально уже можете, да, записываться на собеседование в Озона, возможно, даже и в Яндекс, если особенно должность программиста. У вас все получится, мы вас верим. И все же, да, про мост мы дадим, ответ правильный, Вячеслав. Слушай, есть такая классная история, что продакт должен уметь пользоваться и уметь искать информацию, поэтому оставляем на суд людей, пусть наши зрители сами ищут, сами смотрят, и лучше, конечно, и сами посчитать, потому что здорово мост тренирует такие задачки. Круто. Вячеслав, еще раз благодарю, сейчас я инициативу вместе с презентацией забираю, расскажу, какие мы бонусы сегодня приготовили для вас. Мы вас пока что очень сильно благодарим, еще ближе к концу, поблагодарим еще сильнее. И я думаю, что сейчас уже, уважаемые зрители, можно написать в чат спасибо нашим сегодняшним спикерам, Диане за ее смелость, за ее уверенность, за ее спокойствие, и за то, что она вот так вот, всеобщее обозрение, как бы это ни звучало, проходило собеседование. Вячеславу за ответы на ваши вопросы, тоже за честное интервью и за в целом продуктивную и полезную работу, которую мы сегодня с вами провели вместе. Итак, помните, в самом начале я еще говорил, что сегодняшний интенсив у нас проходит в поддержку курса профессия продакт-менеджера. В двух словах расскажу, что это такое. Это поддержка от спикеров, гарантированная помощь в трудоустройстве, это даже прописано при самом начале обучения, практика после каждой лекции на реальных кейсах. Что это значит? Это значит то, что после того, во время того, как вы обучаетесь и к концу обучения, вы сформируете реальное портфолио из реальных кейсов, как вот сегодня, отвечая на последний вопрос из чата, Вячеслав сказал быть более конкретным, больше дать фактов, больше дать цифр, именно это и отличает хорошего продукта. Вот это все у вас будет, и это очень здорово. Ваши резюме и профессиональные навыки после курса позволят вам устроиться на уровень middle, middle product manager с зарплатой от 160 тысяч рублей. Мы помним, что даже наш сегодняшний соискатель Диана, запрос, который ее был на заработную плату, от 160 до 200 тысяч рублей, и это вполне реально с теми навыками, с теми скиллами, которые вы можете получить на онлайн-курсе профессия product manager. На курсе профессии product manager вы узнаете колоссальный объем информации, давайте очень быстро пробежимся. Вот по тем словам, которые мы уже слышали сегодня в нашем интервью, это приоритизация, casdev, mvp и прототипирование, что-то у меня сегодня с дикцией совсем. Вот, наверное, все-таки недостаток сна сказался уже к концу, уже близится вечер, и, видимо, поэтому так оно и срабатывает. Идем дальше, монетизация, юнит-экономика, прикладная аналитика, AB-тестирование 100%, что еще? Видимо, колоссальный объем информации, поэтому и курс не один месяц, и не полтора, и длится достаточно долго для того, чтобы все эти знания, как следует, усвоились. Мобильные продукты, планирование, диджитализация офлайн-бизнеса, международные продукты. Все лекции стоят, стоят, вернее, на трех китах, основных китах, на основных блоках. Первый блок – это база навыков и продуктового подхода именно до уровня junior. Работа с бизнес-заказчиком, приоритизация, проектный менеджмент, работа с пользователем, аналитический подход, data-driven, работа с гипотезами, защита проекта перед руководством, те самые софт-скиллы, про которые мы уже сегодня заикались, и которые мы сегодня наблюдали воочию, своими глазами во время нашего собеседования. Второй кит – это продвинутые навыки и трудоустройство. Вот как раз-таки трудоустройство на junior или middle. Планирование, квартальное, годовое, работа с пользователями, прототипирование вновь, более глубокая уже аналитика, оботтестирование, линейт-экономика и так далее. Анализ конкурентов, смежники, мобильные продукты, growth marketing, тематические специфики, банки, ритейл и офлайн. Третий кит, третий блок – это создание продукта с нуля. Это уже уровень руководителя продукта, на ступень выше, и эти знания в том числе вы можете получить на курсе Product Manager. Исследование рынка, бизнес-модель, базовая бизнес-модель, модель монетизации, линейт-канвас, общение с пользователями с нуля, защита проекта и бюджета, упаковка продукта, маркетинговые каналы, монетизация, ценообразование, зарубежный рынок, зарубежка. Ну, мы, видите, предлагаем, ну, и общаемся простым человеческим языком, поэтому в том числе руководство команды и компаний, и свой бизнес, юридические детали и инвестиции. Полная стоимость курса на данный момент составляет 131 тысяча рублей. Это вот весь тот колоссальный объем информации, который я сейчас бегленько-бегленько вам рассказал, входит в эту стоимость. Давайте подробнее узнаем, что в него входит. Это 160 лекций, 160 практических заданий, поддержка ментора, студенческая комьюнити, живые встречи со спикерами, помощь в трудоустройстве гарантированная, портфолио готовое, с которым можно уже идти и устраиваться как раз-таки на работу, резюме и поддержка карьерного центра уже на этапе трудоустройства и далее в построении своей карьеры в новой интересной профессии. Спикеры. Ну, уже в самом начале, тоже при знакомстве с компанией и со мной, и с вами, я рассказывал в двух словах о этих людях, которые как раз-таки преподают на курсе. Это спикеры практики, это большие профессионалы, которые работают в известных компаниях, услугами которых, я уверен, многие из присутствующих пользуются. Андрей Менда здесь, Ксения Аполонская, Владимир Червоненко, я надеюсь, что правильно произнес фамилию, Арслан Разыков, Тимур Гаврилов, Владимир Калмыков, но это только вершина, только вершина айсберга. На самом деле, спикеров, вы знаете, наверняка гораздо больше, и вот только несколько-несколько лиц, которых важно знать, которых, возможно, вы уже знаете, мы сегодня вам демонстрируем. Формат курса асинхронный. Что это значит? Это значит, что вы можете двигаться и обучаться в своем удобном для вас темпе. Ну, конечно, наша рекомендация, это два занятия в неделю для того, чтобы колоссальный объем знаний, которые есть на курсе, успевал усваиваться в том большом количестве информационного шума, который уже, в принципе, происходит вокруг нас в 21 веке, в нашей жизни. Но если вдруг работа, не знаю, может быть, да, вы работаете прямо сейчас в какой-то компании, хотите совмещать обучение с работой, а не знаю, какие-то личные моменты отпуск в том числе, и вы пропустили занятие, ничего страшного, можете наверстать все это, у вас будет для этого достаточно количество времени, в любом случае выбираете для себя удобный формат. Также ментор и проверка домашнего здания, наша сильная, интересная комьюнити, где можно обмениваться не только поддержкой, но и какими-то практическими рекомендациями друг к другу, проверка домашнего задания и единое окно для вопросов, и лайв-встречи каждый месяц. То есть не только мы производим все общение в онлайн-формате, но и встречаемся вживую для того, чтобы те самые софт-скиллы попрактиковать, ну и, конечно, соединяться, делать сильное комьюнити для того, чтобы помогать друг другу и расти вместе быстрее. Идем дальше. Интерактивные форматы, которые присутствуют во время обучения, ну, разумеется, это квизы, симуляция программного обеспечения, различные тренажеры, удобные лайв-форматы, те встречи, тренажеры софт-скиллов, командная работа, онлайн-баркшопы в том числе. В любом случае, вы очень часто, точнее всего, обучение будете находиться со спикерами, практиками, лицом к лицу, и тренировать вот все те самые навыки, которых мы ранее уже рассказали. У нас есть три тарифа. Базовый продвинутый премиум, в базовом освоении всех навыков профессии product manager, то есть лекции, да, гарантия трудоустройства, стопроцентная поддержка при прохождении курса. Продвинутый. Ну, это уже для тех, кому хочется чуть-чуть больше. Все опции базового тарифа, знакомство с успешными продуктами и компаниями, поддержка менторами вплоть до окончания испытательного срока в компании, в которую вам помогут трудоустроиться, расширенный доступ к образовательным программам и групповой трекинг с пошаговым сопровождением. Премиум – это все опции продвинутого, для тех, кто хочет максимум достать из данного обучения. Плюс еще персональный ментор на всех этапах, составление карьерного плана на несколько лет вперед и возможность выбрать ментора. Вот уже я рассказал про продвинутый и премиум в предыдущем слайде, но все же 4 индивидуальные тарифы продвинутых, 4 индивидуальные встречи с ментором, возможность индивидуально обсудить с ментором сложные вопросы по обучению или по трудоустройству. Расширенный доступ к образовательным программам, то есть приобретая продвинутый тариф курса по продакт-менеджеру, вы можете получить еще до 5 мини-курсов маркетинг, аналитика, проект-менеджмент и так далее. Это что значит? Вы можете еще свои горизонты знаний расширить и использовать навыки профессии продакта. Ну и групповой трекинг с пошаговым сопровождением. Давайте двигаться дальше. Вот уже чуть более расширенный пакет, персональный ментор на всех этапах, которого можно выбрать, кто вам больше по душе, вам больше нравится, хотя в принципе все менторы у нас крутые и большие персоналы. Составление карьерного плана на несколько лет вперед. Это крутая возможность определиться специалистами цели, которые вы хотите достичь, и скиллы, которые хотите приобрести в будущем. В общем, такой гранд-план на долгосрок для тех, кто любит знать наперед и качественно строить свою жизнь. И сегодня мы вам дарим спецпредложение для участников нашего интенсива, нашего лайв-собеседования, всех тех, кто сегодня находится с нами в эфире. Стоимость курса профессия продакт-менеджера составит не 131 тысячи рублей, а 94 тысячи 800 рублей. Также приятный бонус, что можно оформить рассрочку без процентов на 24 месяца, а это значит, что сумма в месяц составит 3 950. Это, давайте будем честными, сумма, которую под силу осилить и любому работающему, и студенту университета, и так далее. То есть достаточно она подъемная. Движемся дальше. Дальше. Возможность оплаты от компаний. 30% наших студентов учатся за счет работодателя. Поэтому если у вас в компании, в которой вы трудитесь, вы заинтересованы расти внутри этой компании, вы не хотите из нее уходить, и у вас есть возможность, отдел HR-отдел или отдел образования, то обратитесь к ним с таким предложением, и у вас будет возможность дальше развиваться в вашей компании в новой профессии, в новой должности, и при этом ваша компания полностью оплачивает ваше обучение для того, чтобы перейти именно к этому вопросу. Напишите нам, наши, как говорится, свяжутся с вашими, и там вот найдут точку прискосновения. Более подробно детали можно будет обсудить. Также сегодня... Забыл важный слайд, я пролистал его. Да, друзья мои, прямо сейчас вы можете оставить заявку. Менеджер проконтролирует и поможет подобрать вам наиболее подходящий тариф, если вы вот из тех, из той мини-презентации, которую я для вас сегодня подготовил, еще не понимаете, какой вам больше подходит, какой вам больше нравится. Вам нужно только оставить свое имя и сотовый телефон. С вами создается менеджер, и в приятной форуме, в приятной манере с вами обсудить, какой вам тариф подходит больше, и будет гораздо проще вам в этом плане двигаться дальше. Каждый участник сегодняшнего интенсива может также пройти бесплатную групповую карьерную консультацию. Это еще один бонус, который мы сегодня для вас подготовили. Что это такое, давайте подробнее расскажу. Карьерная консультация проходит в групповом формате. Цель консультации – решить вашу основную карьерную проблему. То есть вы узнаете, что делать в той или иной ситуации, исходя из вашего опыта и конечной цели, которую вы себе представляете. Из первых уст узнаете о нюансах сферы, что можно получить и в итоге, и к чему прийти, ну, к тому, что вы хотите с вашим запросом. Что будет происходить после заявки на групповую консультацию? С вами свяжется консультант, расскажет подробно о формате курсов и поможет записаться на карьерную консультацию. Если по какой-то причине вы передумаете, то вам не будут навязчиво перезванивать, делать тысячу рассылок, спамить и так далее. Да, поэтому это крутая возможность, если вы дальше планируете развиваться, осваивать новую профессию, или, возможно, вы уже пробуете расти и развиваться в этой профессии, и становиться круче, сильнее, то, пожалуйста, такая возможность есть. Вам осталось только записаться на бесплатную групповую карьерную консультацию. Ссылочка прямо сейчас появится в чате. И, пожалуйста, переходите, оставляйте свои контактные данные, и с вами свяжется один из наших менеджеров. Друзья, на этом моменте очень с большой благодарностью от себя лично, и, наверное, от всех присутствующих на сегодняшнем эфире, я благодарю еще раз наших сегодняшних спикеров, нашего нанимателя и соискателя Вячеслава Петухова и Диану Садыкову. Спасибо вам большое. Я вижу... Я как-то не могу с вами поделиться. Я вижу, что Вячеслав отреагировал сердечком. Мы вас благодарим. Я думаю, что работа получилась плодотворная и полезная. Да, в чате пишут суперспасибо. И это замечательно. Друзья, я считаю, что это очень здорово, что у нас есть такая возможность в будний день встретиться с вами, а уже, ну, да, в будний день встретиться с вами, круто поработать перед выходными, чтобы, как говорится в самом начале, если мы хорошо поработали, можно хорошо отдохнуть. Поработали мы сегодня здорово и продуктивно провели время. Мы с вами прощаемся. Оставляйте свои заявки. Все ссылки появятся сейчас в чате. И до скорых встреч. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...